В эфире РБК Новости. С вами Татьяна Исакова. В начале коротко о главном. Бревик требует, чтобы его психическое состояние оценивали зарубежные эксперты. Полиция не исключает, что он может покончить с собой. А следователи дают понять, что список жертв может еще увеличиться. Мотивация для инвестора. Власти обещают, что судебная система для бизнеса будет более либеральной. А для защиты авторских прав появится патентный суд. Угроза дефолта США все отчетливее. Белый дом готов фьютировать бюджетный план республиканцев. Глава МВФ призывает стороны к скорейшему компромиссу, иначе миру грозит новый кризис. Норвегия испытывает новый шок. Опубликован первый список погибших при терактах. Пока в нем имена четырех человек. Трое из них скончались при взрыве в Осло. Один погиб в массовом расстреле на острове Утоя. По мнению полиции, публикация имен станет очередным потрясением для друзей и знакомых жертв трагедии, которые до сих пор не знали о их гибели. Имена будут публиковаться по мере опознания погибших. Пропавшими без вести до сих пор еще числятся от трех до пяти человек. На острове Утоя остается еще много работы. Там сейчас 30 наших офицеров собирают доказательства преступления. Кроме того, во фьорде идет интенсивный поиск. Мы делаем все возможное, чтобы выяснить, есть ли пропавшие без вести. Для поиска тел полицейские используют специальную подводную лодку. Место самого массового расстрела за всю историю Норвегии решено сделать символом демократии. Норвежский магнат потратит почти миллион долларов на восстановление острова после теракта. Работы начнутся уже в четверг. Тем временем полиция объявила Осло безопасным для горожан и туристов. И жители столицы приходят в правительственный квартал города почтить память погибших. По последним данным, жертвами двойного теракта остались 76 человек. Подозреваемый в совершении этих преступлений Брэйвик задержится в тюрьме под постоянным наблюдением во избежание самоубийства. Он уже выдвинул свои требования полиции, среди которых участие иностранных экспертов о свидетельствовании его психического состояния и пожелания, касающиеся еды и одежды. Поляки могут признать свое вину за авиакатастрофу под Смоленском. Такие выводы делают сразу несколько экспертов, которые ознакомились с официальным докладом комиссии по расследованию обстоятельств крушения самолета. Официальный документ будет обнародован не позднее 29 июля. Авиакатастрофа под Смоленском произошла 10 апреля прошлого года. Тогда погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Кочинский. Техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета установила, что трагедия произошла из-за действия экипажа. Капитан Лайнера принял решение посадить самолет в неблагоприятных погодных условиях. Письмо дочери Платона Лебедева стало основным оглашенным документом на первом служении по ходатайству об условно-досрочном освобождении. Суд приобщил обращение 9-летнего ребенка к материалу дела. Поддержать Лебедева пришли десятки человек. Несмотря на погоду, в городе было 34 градуса жары. Все они дежурили у здания, где и слушалось дело. За день суд успел опросить журналиста Дмитрия Муратова и актрису Наталью Фатиеву выслушать в сторону защиты. Но главным свидетелем, говорят эксперты, был представитель колонии, где отбывает наказание к руководителю компании Минотеп. Они дали осужденному отрицательную характеристику и пришли к выводу, что на путь исправления осужденный не встал. Причиной таких выводов стал факт потери, выданной Лебедевой одежды и невежливое обращение к сотруднику исправительного учреждения. Сегодня слушание по делу продолжится. Адвокаты не ожидают вынесения решения раньше четверга. Суд ведет себя достаточно корректно, дает возможность выслушать нас, дает возможность поощряться под защитным. Поэтому мы смотрим вперед с оптимизмом, несмотря на то, что, как уже давно известно, несколько дней назад характеристика на Лебедевой из колонии поступила отрицательной. Мы с этим будем сражаться в процессе всего судебного разбирательства. Российская судебная система станет более либеральной по отношению к бизнесу. Руководители Верховного и Арбитражного судов страны выступили за досудебное разрешение спора, связанных с нарушениями в предпринимательской среде. Таким образом, можно будет, во-первых, снизить нагрузку на суде, во-вторых, улучшить инвестиционный климат в стране. Владимир Дементьев подробнее. Предприниматель в России должен дышать свободно и не бояться попасть в тюрьму за опечатку в налоговом отчете. Президент Медведев заявляет, инвестор никогда не придет туда, где его права на последнем месте. К примеру, права на интеллектуальную собственность. Патентный суд в стране до сих пор не создан, хотя поручение правительству давно высказано. Я эту идею формулировал не ради того, чтобы правительство поупражнялось в юридическом остроумии. Если соответствующий документ они сами не способны исполнить, я сам внесу его. При этом мы, конечно, обсудим, в какой срок можно было бы ввести соответствующий суд. Однако эта идея, похоже, не стыкуется с другой важной задачей – экономией средств в условиях бюджетного дефицита. У правительства железный аргумент – создание патентного суда стоит денег, а денег на эти цели нет. Хотя эксперты отмечают, в бездне триллионных госпрограмм эти затраты будут практически незаметны. Эффект положительный будет гораздо выше, нежели чем и расходы, которые понадобятся. Мы предполагали, что это обойдется в 2 миллиарда рублей. Всего, в совокупности. Впрочем, большие изменения в судебной системе связаны скорее с уголовным и арбитражным правом. Суды по-прежнему перегружены работой, и все споры, которые связаны с нарушениями в предпринимательской среде, должны по возможности разрешаться в досудебном порядке. К примеру, если бизнесмен в ходе следствия вину признал, дальнейшее разбирательство надо просто прекратить. При условии, если будет погашен ущерб, возмещение ущерба, конечно, это очень разумно. Но зачем? Ведь цель наказания не месть, не кара, а цель наказания перевоспитания, осознание того, что ты совершил неправомерное желание загладить этот вред. Это в будущем, но эффект примерно можно себе представить. После запрета на возбуждение уголовных дел по налоговым преступлениям, к примеру, предпринимателей, заключенных под стражу, стало уже на 10 тысяч человек меньше. Владимир Дементьев, Иван Рогачев, РБК. Не голодовка, а болезнь. Бывший президент Египта, хоть не Мубарак, оказывается принимать пищу, он только иногда пьет воду или сок. Как сообщил представитель Минздрава, экспрезидент сильно потерял в весе, постоянно испытывает слабость и страдает от недомогания. На будущей неделе Мубарак должен предстать перед судом под дело о массовой гибели людей в Каире во время зимней революции. При расправе над демонстрантами погибли 840 человек. Главные обвинения, выдвинутые против экс-президента, убийство и покушение на убийство участников мирных демонстраций, а также злоупотребление власти, обогащение за государственный счет. Очередная протечка интернета. Поисковые системы во вторник стали показывать информацию о владельцах железнодорожных билетов. На страницах, которые выдаются в ответ на запрос, можно найти фамилию, имя, отчество пассажира, последние цифры номеров паспортов, номер поезда, дату поездки и пункт назначения. В компаниях-поисковиках эти ситуации связывают с отсутствием либо неправильным написанием определенного файла, который отвечает за ограничение индексирования данных. Таким образом, ответственность ложится на администраторов сайтов. Это уже третий прокол поисковиков за несколько дней. До этого интернет-поисковики проиндексировали тексты СМС-сообщения, а затем выдали данные о покупателях интернет-магазинов. Проверкой фактов нарушений уже занялся Роскомнадзор. Время уходит. Глава МВФ призывает Конгресс и Белый дом как можно скорее договориться о повышении предела госдолга. По словам Кристин Лагард, заминки в Вашингтоне могут дорого обойтись мировой экономике. При этом она советует не спешить с серьезным сокращением расходов. Нужен достойный план для того, чтобы продолжать брать в долг. Поскольку, честно говоря, дефолт или значительное снижение доверия к США станет очень и очень серьезным событием. Не только для США, но и для глобальной экономики, поскольку последствия будут далеко идущими. Тем временем между Конгрессом и Белым домом развернулась дискуссия со взаимными обвинениями. Лидер республиканцев назвал политику Обамы расходным запоем. По принципу налогоплательщики платят больше, а правительство больше тратит. Президент заявляет, что республиканское большинство в Конгрессе хочет сократить помощь бедным и пенсионерам. При этом всеми силами старается сохранить налоговые послабления для богатых. Во вторник пресс-секретарь Белого дома заявил, что у правительства США больше нет возможности для маневра, чтобы отсрочить дефолт по долговым обязательствам. В крайнем случае президент наложит ветто на законопроект, предложенный республиканцами. Он предлагает увеличить лимит государственного долга на триллион долларов, сократив федеральные расходы на триллион двести миллиардов. Голосование назначено на сегодня. Это все, о чем мы успели рассказать вам к этому часу. Новости также в любое время доступны на нашем сайте, в интернете и по адресу www.rbc.ru. Я желаю вам всего доброго, удачи вам и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин